Всем привет! Меня зовут МШ, и мы продолжаем говорить о метро. Те, кто не видел первую часть, вам перейти по ссылке, лучше посмотреть первую часть. Ну, а мы поговорим об устройстве метрополитена. Для примера я возьму питерское метро, потому что живу в этом городе, ну и с оговоркой на другие города и страны. Поехали! Что из себя представляет метрополитен? Это станции с вестибюлями, соединенные тоннелями, по которым курсируют поезда. Сами поезда ремонтируются в депо, которое располагается на поверхности. Ну и помимо этого, в метрополитене просто тьма оборудования, которые предназначены для воздухоснабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и так далее. В общем, все довольно-таки просто. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч! Да ладно, шучу. На самом деле сейчас я все намного подробнее расскажу. Ну, так что, оставайтесь. Сейчас подробнее поговорим про станции. Ну, как подсказывает капитан Очевидность, станции предназначены для посадки, высадки пассажиров и состава. Располагаются в наиболее таких важных узловых точках города, потому что согласитесь, что станция в поле, в принципе, никому не нужна. А вот уже у вокзала станции она уже понужнее будет. Существует разнообразное количество типов станций, я вкратце говорю некоторые из них. Ну, для начала, станции бывают надземные, надземные и подземные. Тут, в принципе, все понятно. Надземные и наземные находятся на поверхности, подземные закопаны подземно. Первые два типа станций довольно простые. Это здания с турникетами и кассами для оплаты и платформами для посадки. Зашел, купил жетон, кинул турникет. Ну, если ты там обнищал, то перепрыгнул через этот турникет. Прошел к платформе, все в поезд уехал. Все просто. Единственное, что надземные станции нужно будет еще подняться по лестнице, так как сами пути располагаются на эстакаде, то есть они подняты до дурова земли. В Питере, как правило, такие станции являются конечными, наземные, и совмещены с железнодорожными платформами. Очень удобно. То есть бабки с телегами просто счастливы. Вышли из поезда в метро, пришли, сели в электричку, уехали на свою дачу копать картошку. Замечательно. В Москве часто метрополитен сам по себе идет по поверхности, поэтому эти надземные станции распространены без совмещения железнодорожных платформ, просто сами по себе. Подземные станции. Тут все интереснее. Они состоят из вестибюля, эскалаторов, либо лестниц, и центрального зала с посадочными платформами. Вестибюль – это стоящие на поверхности здания, в котором находятся кассы, трудники для оплаты, ну и вход, собственно говоря, на эскалатор, лестницу, что там. И часто встраивается в довольно эпичных размерах торгово-развлекательный центр. По крайней мере, в Питере сейчас так. Станция может быть, в принципе, и без вестибюля, да, то есть если она выходит непосредственно в подземный переход, то как такового вестибюля у нее нет. То есть в подземном переходе находятся помещения, в которых есть кассы, турникеты, и оттуда уже идет спуск в само метро. Дальше. Поездам нужно как-то спуститься. Если станция зарыта не глубоко, то для этих целей пойдет лестница, потому что и подниматься, и спускаться по ней не тяжело особо. А вот если уже глубина станции повышает там 10, 20, 30, 40 метров, то по лестнице, конечно, ты уже умотаешься подниматься. Кто забыл, как это тяжело, я вам напомню. Ну, у кого метро находится не глубоко под землей, тем повезло. Им не надо будет подниматься так по эскалатору, в случае, если он остановится. Поэтому для облегчения мучений несчастных строят эскалаторы. Питерское метро является самым глубоким в мире, поэтому эскалаторы там есть практически на каждой станции. Те, кто были на таких глубоких станциях, видели, что часто установлены такие будочки с бабушками, которые находятся сверху, снизу, ну или иногда с одной стороны. И в народе считают, что там сидят бабки, которые усиленно крутят педали, чтобы этот эскалатор вращался. Ну, все, конечно, проще, но может быть сложнее. На самом деле, под вестибюлем станции, в специальном помещении, называемом машинный зал, находятся огромные мощные электромоторы, которые через систему редукторов и приводят в движение эту огромную лестницу. А сами бабки только нужны для того, чтобы там болтать по телефону, кричать, не бегите по эскалатору, ну или в случае застревания пуска пассажира в эскалаторе, остановить эскалатор, вынуть, ничего, как-то помочь. Отлично. Мы спустили сниз и попали на саму станцию. Перед нами находится центральный зал, а по бокам находятся посадочные платформы. Вообще, очень условно, можно разделить три типа подземных станций. А теперь те, кто из вас был в метро, ну или видели фотографии, вспомните, вообще, какое разнообразие архитектурных решений представлено в Метрополитене. То есть, каждая станция, она не похожа на другую. И все-таки, какой нужно иметь полет фантазии, да, у архитектора, чтобы вот в типовые конструкции внести такое разнообразие. Во многих Метрополитенах других стран станция, она является клоном другой. То есть, бетон, платформа, бетон, платформа, ничего особенного. Есть, конечно, приятные исключения, там типа Метрополитена Стокгольма, там других каких-то, но в основном все это довольно утилитарное. А в нашей стране подходили, что каждая станция должна быть, ну, если не дворцом, то иметь какую-то в себе изюминку. Ну, я считаю, что в принципе, вполне это у нас удалось. И я рад, что преемственность этих традиций сохраняется. То есть, даже в наше время, когда все усиленно экономят, все-таки станции как-то стараются сделать различными друг отружки. Это очень хорошо. Я упомянул три типа станций. Это пионные, колонные и однослойчатые. У каждой из этих станций есть свои достоинства и недостатки, как при строительстве, так и при эксплуатации. Ну, сейчас вкратце рассмотрим. Пионные станции имеют пионы. Ну, грубо говоря, это очень толстые колонны с течением несколько на несколько метров. Их дешевле всего строить. Ну, и вдобавок, если деньги закончились, ты просто забил ее досками, забыл про нее, ушел, потом вернулся, достроил, и все будет хорошо. Ее нигде не поведет в конструкциях. То есть, запустишь ее, и все замечательно. Косяк в том, что при большом пассажиропотоке ему труднее гибать эти колонны, и таким образом станция немножко препятствует обмену пассажиров. Колонная станция. Колонная станция, соответственно, имеет два ряда колонн, на которые опирается свод. Ну, свод, то бишь, потолок. Строительство этих станций уже более трудное, но и в эксплуатации они проще в плане том, что народу все-таки легче гибать маленькие колонны, чем эти толстые пилоны. Ну, и, наконец, однослойчатые станции. Ну, название говорит само за себя. Там нет никаких колонн. Платформа, пути, все объединено под одним сводом, потолком. Косяк в строительстве этих станций в том, что его нельзя останавливать. То есть, из-за того, что большая площадь от этого потолка разрабатываемая, если ты остановишь строительство, у тебя может начать проседать грунт. А если начнет проседать грунт, то сверху здания, которые стоят на нем, тоже начнут проседать, и, соответственно, могут пойти трещины, там еще какие-то, всякие разные последствия. То есть, останавливать строительство этих станций ни в коем случае нельзя. А так как в последнее время финансирование метрополитена у нас нестабильное, да, больше финансируются всякие там лимузины там у нашего начальства правительства, а вот метрополитен как-то он не особо. Поэтому строительство однослойчатых станций в том же Питере в ближайшее время не планируется. Хотя, на самом деле, станции в эксплуатации очень удобны. Мало того, что ничего не мешает народу разбуливать по платформе, так, и есть комплекс бытовых помещений, служебных бытовых помещений, находится под единым сводом. То есть, все решается сразу. И станция, платформа, бытовые помещения, ничего не надо дополнительно копать где-то и так далее. Вообще, это удобно, но не хотят. Ну и снова Питер отличился. Я вспомню слова своего друга, который приехал в первый раз к нам в Питер из Москвы, и он был немножко шокирован. Говорит, еду в поезде, поезд останавливается в тоннелях, тут двери открываются в тоннеле, народ начинает входить-выходить. Ну, такое неординарное для приезжих явление, но вполне рядовое для питерцев. В общем, есть у нас станции такие, которые называются на жаргоне горизонтальными лифтами. На станции установлены дополнительный ряд дверей, которые совпадают с дверьми поезда. Поезд приехал, открыл свои двери, потом открыли станционные двери, народ вошел-вышел, двери закрылись обе, поезд уехал. Зачем так усложнять в поезде, да? На самом деле, звучит абсурдно, но для экономии. Экономии при строительстве. Такие станции начали строить при Хрущеве. Первая станция, это Парк Победы, была открыта в 61-м году. Не надо разрабатывать много породы, не надо облицовывать тоннели, то есть там это все скрыто от глаз человеческих, поэтому получаешь некоторую экономию, но в дальнейшем при эксплуатации, наоборот, дополнительные траты, о чем тогда товарищи не подумали. А дополнительные траты вот в чем. Во-первых, нужно обслуживать комплекс этих дополнительных дверей. Во-вторых, машинисту нужно иметь какую-то сноровку для того, чтобы состыковаться с этими дверьми, да? Продолбал момент, проехал мимо двери там на полметра, будь, изволь, подать назад. Дальше, ты можешь применять только определенный тип подвижного состава, да? Ну, то есть, если выйдет какой-то там новый поезда, новый вид поездов, в которых двери будут как-то смещены, они просто тупо не подойдут под размер вот этих вот проемов, которые там есть. Поэтому много довольно косяков у этих станций. Ну, еще представим, да, дверь заклинила, да, перед тобой она не открылась, и ты начинаешь через всю толпу со своими котомками протискиваться, опять все изрыгают прань, чихают, и опять все недовольны. У них, наверное, единственный плюс, чтобы пассажир как бы не пытался упасть на пути, там, суицидник или там, кому не повезло, там, неудачники, и у них это не выйдет, потому что двери все-таки надежно защищают от падения на пути. Метрополитены в других странах для этого делают такие специальные прозрачные дверки, которые также примерно синхронизируются, то есть поезд приехал, они открылись, и тоже предотвращают падение людей на пути. Но там как-то это все-таки более умное решено, мне кажется. Кстати, есть народ, который думает, что это защита от наводнения, то есть эти двери, станции с такими дверми защитят метро от наводнения, но я вот только не могу понять, эта вода пойдет изнутри на станцию или со станции внутрь, ну, даже не суть. Вы там видели, какие щели находятся на съемке, посмотрите. В общем, полная несусветная чушь фантазеры, блин. Еще один миф. Многие считают, что непонятные дверки, которые расположены на путевых стенах, ну, которые видны с платформы, ведут какие-то секретные подземелья. На самом деле это не так. Те, кто ездил в метро, видели, что по бокам, в тоннеле по бокам ведут большое количество кабелей. Так вот, эти кабели на станции идут как раз за этой стеной. И двери сами, это не что иное, как технологические окна для обслуживания этого кабла. Ее откроешь, там сплошные кабели, никакой жратвы и проходов в какие-то суперсекретные, полиционные бункера. Эти станции красиво, эти дверки красиво оформляют в архитектурном стиле станции, ну, а народ потом стоит на платформе и втыкает, ну, и думает, сколько тушенки за ними спрятано. На самом деле ничего нету. Ну и напоследок. Еще отличие в станции может быть в платформах. Бывают станции с платформами островного типа, это когда платформа находится между путей, наиболее распространенной, скажем так, станции. То есть платформа островок между стальной, с двумя стальными реками. И с платформами берегового типа, то есть это как вот в электричках, да, то есть когда пути располагаются между платформами. Как правило, такие станции с платформами берегового типа являются наземными, конечными, в питерском метро. Поэтому если ты проспал, приехал на такую станцию, чтобы тебе снова попасть в метро, тебе придется выйти, заново заплатить, поэтому лучше метро не спать, да и к тому же в районе древних. Ладно, что-то я заговорился. В общем, тоннели и прочие вкусняшки я оставлю на третью часть. Всем пока-пока, с вами был МША. Подписывайтесь, лайкайте. Спасибо за внимание.